Всем привет еще раз, Доберман МС, Бобби Ди. Мы сразу перешли к снятию второй части видеоотверта в номер 2. Так что сразу продолжим с 26 вопроса. Когда мужчины плачут? Я видел, когда мужчины плачут, там были как и слезы радости, так и слезы горя. Слезы не порог, мужчины тоже люди, так что все возможно. Что может объединить и крепко сплотить разных людей? Крепче всего может сплотить разных людей, я считаю, это какое-либо несчастье. Конечно, это одно плохо, но говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Поэтому несчастье, еще бывает то, что смех объединяет людей. Вот эти две вещи, я считаю. Так, как ты относишься к вампирам, мутантам, зомбиам и прочим страшилищам? Начнем по порядку. Вампиры? Нет. Они сосут. Мутанты? Нет. Отталкивающая внешность. Зомби? Они как бы недолговечные. Распадают. Поэтому из всей нечисти уважают только оборотней. Прирожденные убийцы вобрали в себя все самое лучшее, как и от людей, так и от зверей. Прирожденные охотники. Если бы они еще существовали. Так. А ты можешь говорить слова быстро, как Ярик? Покажи нам. Я не Ярик. Кто не знает. И заодно говорю для рэперов, потому что я не поклонник фестфлоу, даблтайма и всего этого. Я не люблю вот эти пробежки и прочее. Хотя бывали случаи в треках, когда сам делал подобное. Но тем не менее, не люблю я это все. Я поклонник южного, ставила кача, кайфа. Также я поклонник грайма. Это агрессивная музыка из Британии. И я делаю то, что сам люблю. А так как я не люблю фестфлоу и прочее, это так, что просто не нуждаюсь в умении. Поэтому, кстати, чтобы посмотреть, как вот так фестфлоу, даблтайм, может Ярик? Заходите и задайте ему этот вопрос на его странице. Это спрашивает.руб слэш Ера. С двумя А. Вот. Ярик Салам, кстати. Так. Покажи свой телефон и прочитай последнюю смс-ку тебе. Показать свой телефон не могу, так как меня снимают на мой телефон. А последняя смс-ка это, по-моему, пожелание спокойной ночи от одной девушки. Без имен, но, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. Ты случайно не собираешься переезжать к брату в Москву? Пока нет. Хотя есть в планах летом, там, оказаться на два месяца в Москве. Но это пока только в планах. А так, чтобы на совсем переехать? Нет. Так. Когда приедет твой брат и вообще, как он в Москве поживает? Когда приедет брат? Когда приедешь, брат? Я сам очень по нему соскучился и нередко задаю ему этот вопрос. Он кормит меня завтраками. Надеюсь, ты посмотришь это видео и все-таки приедешь побыстрее, что он там поживает. Надеюсь, хорошо поживает. Да и сам говорит, хорошо. В Москве ему нравится. Поэтому никак не приедет. Вот. А почему вы с Али поставили в контакт семейное положение женат, хотя вы еще не женаты? Что хотите поскорее жениться? Ну, сначала я поставил это семейное положение, чтобы меня не доставали. Ну, там с вопросом у тебя влияние, если у тебя девушка и прочее. А сейчас, что я действительно женат. А насчет Али, спросите у него. Так. Кто ты по нации? Узбек. Почему ты всегда на русском поешь? А на таджинском лень? Паспорту я узбек. Но так как родился я в Самарканде, а вырос как бы с пеленок, можно сказать, здесь, то я считаю себя больше таджиком. Вот. Почему всегда на русском? Потому что ни на одном другом языке я не могу так хорошо изъясняться, как на русском. Говорят, тот язык тебе родной, на котором ты привык думать. Я думаю на русском, поэтому он как бы считается мне родным. На таджинском я могу, даже делаю. Может, еще сделаю. Ну, все-таки привычнее, как и на русском. Вот. Недавно только две вооруженные банды поймали, а все равно преступности меньше становится. Расстреляли бы их при всем народе, и другие бы боялись. Согласен? Не согласен. Обречать кого-то на смерть, ты кто такой? Или кто такая? Ты же не можешь воскресить человека, правильно? Так его вот убивать не торопись. Покалечить легко, на ноги поставить трубку. Запомню. Самые красивые места Душамбе. Я считаю, что это амфитеатр. Хей. Вот друг, однокурсник. Короче, это вот амфитеатр. Зимой здесь тоже красиво, но летом здесь еще лучше только по одной причине. Здесь тепло и нет снега. И тишина. Ну, и тишина здесь всегда тихо, а мы с моим другом Сопрано любим тишину, поэтому часто находимся здесь. Так, у тебя бывают моменты, когда ты чувствуешь себя одиноким? Нет. Как только я приобрел в себя iPod, я перестал себя чувствовать одиноким. Если я остаюсь один, я просто включаю музыку и слушаю, так что со мной всегда мои друзья-рэперы. Так. Как думаешь, было бы лучше, если бы вообще не было учебных заведений? Ну, это... Конечно, нет. Потому что... Просто кто задал этот вопрос, я знаю кто, но подумай сама, кем бы мы были, если бы мы не учились и не было учебных заведений. Кем бы были люди вообще? Произошла бы эволюция. Вообще. Так. Если бы тебе предложили миллион долларов за то, что ты бросишь любимого человека, согласился бы? Сейчас не буду там вам тут врать и говорить то, что я... Нет, конечно, я не согласился бы. Я бы, как бы, любовь, считай, превыше всего. Я уже не особо-то и верю в любовь. Но я не знаю, я не сталкивался никогда, не оказывался в такой ситуации. Поэтому сейчас я не знаю, как бы я отреагировал. Ну, давайте проверим. Кто-нибудь предложите мне миллион долларов и посмотрим, откажусь я от любимого человека или нет. Только реальный миллион долларов. Вот. Что заставляет тебя улыбаться? Есть такая штука, она у меня с детства. Если при мне кто-то чихает, я всегда начинаю смеяться. Меня ничто не может удержать от смеха, когда при мне кто-то чихает. Так что нередко у меня бывали случаи в общественном транспорте, там, где-нибудь. Когда вон на улице кто-нибудь чихнет, я начинал смеяться, как сумасшедший. Это у меня с детства. Так. Что... Ты уважаешь всех рэперов? Только тех, кто достойный. Не больше, не меньше. Браза, как насчет квита? Это сообщение от Аэро Альянса. Аэро Альянса. В общем, слушайте, ребят, в будущем, в недалеком будущем, наверное, уже в конце этого месяца, планирую небольшой EP, как бы в поддержку новичков в торжественском рэпе. Там каждый трек будет совместно с начинающим рэпером, чтобы как-то помочь, пропиарить их тоже. Ну, как бы в поддержку для развития. Поэтому, ребят, кто хочет записать совместно все это, связываемся со мной и обговорим все, сделаем. Какая у тебя команда и где ты лидер? Я не лидер. У нас общество круглого стола. У нас равноправие. Каждый имеет свое мнение. А команда у меня безбашенная. Крутая. Самая мощная. Мы появимся, как взрыв. Как взрывная волна мы снесем начисто все вокруг себя. Скоро вы нас услышите. С тобой такое часто, что умываться забываешь. У всех своих проблем. У меня вот такое бывает, что я забываю, куда я шел. Или приду, к примеру, на кухню и пытаюсь вспомнить, зачем я пришел на кухню. Ну, чтобы забыть умыться, такого никогда не было. Да, и тебе не советуют печалиться. Всякое бывает. У всех свои тараканы. Каждый ебрит по-своему, что. Какие-то чувика. В общем, вот. Это был последний вопрос. Всем спасибо, кто смотрел. Заходим на мою страницу в Спрашивай.ру. На мою страницу ВКонтакте. Это вконтакте.ру. Там вы найдете ссылки на мою официальную группу и публичную страницу. Заходим. Предлагаем дружбу. Общаемся. Все последние новости там. Это были видеоответы номер 2. Часть вторая. Доберман МС. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok